тушек. Эта услуга предоставляется сторонней организации и по согласованию. Желательно объяснить, что за работой разделка включены в стоимость продукции. А вот это вот желательно объяснить. Как это написать-то? Ну, да, подумать как. Ну, у тебя чат ВКонтакте есть же? Ну, напиши текстом. Я вот тут писал. Ну, напиши, как сформулировать, а то я могу придумать. Ну, не знаю. Ну, придумай о том, что... Не знаю, как называть, что... Участники клуба вам разделывают бесплатно, да? Ну, мне кажется, оно и так понятно. Давай тогда позже это напишем. Главное, чтобы у нас нигде не писалось, что мы, фермер этим занимается, а фермер отдаёт живого. А участники клуба для себя, там, между своими, там, забивают, разделывают? Ну, я же вот специально написал, что эта услуга предоставляется сторонней организации. Ну, что это не организация? Организация, значит, надо кому-то платить. И потом подумал, что, Гридач, кому-то платить. Так. Участникам клуба разделка... Давай так. В том числе гуся можно получить в готовом виде в яблоках. А? Наверное, не так. Не совсем так точно не. Ну, только при выдаче, там, на месте. При заказе, там, допустим, аренда. Что-нибудь такое. Слушай, ну, давай, ну, как бы, напиши, как вот думаешь, чтобы мы, ну, мне не придумывать. Я вот тебе озвучивал уже, как вот, да, мне кажется, было бы неплохо сделать, что интернет-магазин на покупал, и вот этот гуся в яблоках, как отдельный товар можно сделать? Чего? Гуся говорит в яблоках, сделать отдельным товаром и разметить его в интернет-магазине. А, гуся в яблоках, отдельным товаром, да, можно сделать. Здесь вопрос про то, что человек забирает гуся живого или тушку, вот, и, ну, как бы, будут возникать вопросы, типа, а с живым-то мне что делать, да, мне же тушка нужна. И это, по идее, написать, или потом каждому придется отвечать? Вот, знаешь, у меня в группах есть сказочная Русь. Это наши тоже, там, фотографии. Сказочная Русь. Есть сказочная Русь. Есть? Группа. А, есть ли это то? Три тысячи участников? Три тысячи участников? В общем, сформулируйте, как мне это написать, вот, чтобы, ну, просто напиши текстом. Так, пока я, ну, я хотел выложить второго числа, там, эту страничку. Сегодня какой уже? Четвертая. Давай я все-таки выложу, то есть там, в принципе, противоречий нету, насколько я понимаю. Ну, это сторонняя организация. Давай, постороннюю организацию можно. Так вот, эта услуга предоставляется. Давай, можно этот убрать. Пока. Вот, эта услуга предоставляет со сторонней организации по согласованию. Да, вот это надо убрать. То есть, однозначно, так не надо. Потом еще, можно, знаешь, вот, я сейчас нашел группу, Станица 69. Относительно. А ты скидывай ссылки прямо в чат. У меня на телефоне, я же говорю, я не перед компьютером. Данил, если можешь, найди эти группы. Так, давай я хотя бы запишу. Какая была первая там Станица? Станица 69 и Сказочная Русь. Я вот красивую картинку нашел, видишь, там наши Машкина скинул в чат. Прям такая красивая. Может быть ее сделать вот как, ну, на сайте, прям, не первый экран. Вот на этом фоне там уже будет как-то на информацию. Можно, ну, я взял ту картинку, которая в группе. Вот сейчас зайди в чат, посмотри. Ну, в чате, ну, как бы, вот логотип, то есть я взял логотип, да, логотип, на мой взгляд, это то, что вот на группу была повешена, там группа, как это, Машкина, по-моему, назывался, уже не помню. Я понял, ну, вот сейчас ты мне зашел уже в чат, не видишь картинку, то есть я вижу, что никто не прочитал мои сообщения. Погоди. Картинку посмотри, хорошая, нехорошая. Это хорошая картинка, вопросов нету. Я к тому, что, на мой взгляд, одинаковая картинка должна быть и в группе, и на странице. Это, как бы, я имею в виду, вот, есть такая картинка, называется атмосферная, то есть на ее фоне потом уже делается какое-то там предложение, то есть, ну, первый экран. Можно, на мой взгляд, опять, ну, как бы, мне кажется, надо брать фотографии, сделанные именно в Машкино, а то тролли там... Прямо из Машкино, из группы, я не знаю, почему. Из группы или из деревни? Ну, вот клуб Машкино, нашел туда и там будет фотография. И еще вот одна, нашел группу, предгорья Валдая, семейный летний отдых. Тоже наша группа. Оттуда можно брать фотографии, да? Да. Данил, напиши, я что-то ничего не услышал. Валдая, семейный... Семейный летний отдых. Семейный летний отдых. Это тоже наша группа. То есть, три их. Так. Так, ладно, я вернусь сюда. Значит, тогда позже. То есть, я убрал текст, эта услуга предоставляет сторонней организации. Значит, если там надо расписать, как эта процедура проходит, куда... Ну, я думаю, мы при согласовании, когда люди будут заказывать, уже будем объяснять. Да, дополним потом. Дальше. Ты задал вопрос, кто выдает токен. Я здесь расписал. И на самой страничке, которая вот эта бета. Процесс приобретения. Я написал так. Предполагается выпуск токенов под продукцию. Куры, утки, гуси, ягненка, козлята. Токены – это купоны. На получение продукции, когда она вырастет. Также токен удостоверяет владение. То есть, собственником курицы, гуся, утки, ягненка, козленка является держатель токена. А фермер предоставляет услугу по его выращиванию. Предполагается выпуск токенов на пакет, мастер токена на любой вид продукции. Общее количество токенов – 10 миллионов. С начальной стоимостью реализации один токен равно один рубль. Я думаю, они же не будут у нас меняться в цене. Смотри, какая штука. Токены предполагается выпустить либо на NXT, либо на Waves. И предполагается, что они могут торговаться. Дальше обмениваться на любые другие токены, тугрики, на что угодно. И курс славующий получается. То есть, понятно, что один токен… Ну, как? Я не знаю еще, честно говоря, как выпустить. Можно выпустить отдельно на гусей, отдельно на курей. А можно выпустить… Условно, человек покупает на 2200 рублей. Ему дается 2200 токенов. Можно так. Можно и то, и другое. Я хотел дождаться, как это сделает Калеонова, Михаил Шляпников. Но первое марта наступило, и ничего, вообще тишина, ничего никто не сделал. Поэтому нам теперь отталкиваться от самих себя только. Я подумаю, я еще не знаю, я думаю, что мы позже определимся, какие токены. Вчера я встречался с этим кооператором… Ну, я позже могу написать, уже забыл. В Крыму там пара кооперацию, там юридическая форма потребительского общества. Короче, куча, много вариантов, как это сделать. И я думаю, что особо не надо ничего вот этого. То есть, просто продажа гусей. А токены – это как бы отдельно игровая какая-то штука, которая вообще отдельно от фермера. То есть, вообще никакого идеи не должна там. Ну да, правильно. То есть, если к тебе, да, там потом что-то, то ты открещивайся и говори, что я гусей выращиваю. Вот. Почему, кстати, да? Вот сегодня я только что был там… Сейчас идет речь про то, что учет активных можно, все, вопросов нет. А вот эти все криптовалюты, да, которые там миллион штук, вот с ними вообще непонятно, что делать. Ну, вот как бы, вот этот момент. В данном случае это просто… Ладно, все. Что еще? Технически, я вот тут написал, да, либо выезд, либо next. Отношения продавца. В самом низу, Машкина, клуб, бета. Ссылку скидываю. Так. В самом низу. Не слышу. Говорю, я отсыл. Машкина, клуб, бета. Полностью внизу. Там не нашел, там, где ты говоришь, один рубль, один токен. Это ты где читаешь? Да. Ну ты где читаешь про один рубль, один токен? Вот процесс приобретения. Заголовок. Абзац. Предполагается выпуск т-д-д-д-д-д-д-д- один токен, один рубль. Видишь? Процесс приобретения, видишь, заголовок сам внизу? Сейчас, секунду. Фотографии с мира. А, все, вот, завяжу. Там, все. Вот. Дальше. Отношения продавца и покупателя. Тут написал, ну, как себя, да, то есть, индивидуальный по следующей схеме. Покупатель связывается с фермером, оплачивает и получает токен. То есть, идея такая. А человек перечисляет рубли, да, там, за покупку, ну, как бы, покупает. Вот, здесь цены какие? А утро 900 рублей, гусь 1350, курица вместе с яйцами 2 250, зеленок 3000, ягненок 3550 рублей. Вот. Я просто на полтора умножу. Вот. Так. Связывается и получает токен. То есть, когда он связался, оплатил, и надо записать это где-то. То есть, базе данных, там, на бумажке, в общем, где-то записать, записать его контактные данные, e-mail, телефон. Вот. Как оповестить человека? Ты записываешь, да, вот, я, вот, мне человек позвонил. Ты записываешь. Я записываю. Или он высылает на момент, каким-то образом, он тебе высылает рубли. Ну, то есть, как угодно. Я, 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 что высылаю. А ты пока ничего не высылаешь. То есть, высылать потом. Токены будут потом, где-то месяц, через месяц, через два. Почему? Потому что, на данный момент, ну, там, платформа Waves, на которой я хочу, она еще не готова. Вот. И обещается, что там, через месяц, будет готова. Если не будет готова, то выпустим на другом, на NXT. В любом случае, в любом случае, запись у тебя есть. Смотри, у меня есть человек, он там сейчас занимается мобильным приложением, я очень активно. Да. Давай ВКонтакте, у меня в друзьях, Владимир. Сейчас я посмотрю, как я. Так, сообщение. Сейчас нужно договор, а потом уже токены и все остальное. Договор оферта, да, надо. Кстати, Данил, вот, насколько понял, у тебя уже почти готовый договор, я его, честно, не выниму. Ничего он не готовый, там, как бы, это самое, я-то не сильно, там, юрист. Как бы, это так делал. Я тоже, не юрист. Я, честно, еще не смотрел. Да, давай вот садим как-нибудь, выберем, там, полчаса по нему пробежимся, посмотрим. Давай, только... Смотри, у меня ВКонтакте, запишите, пожалуйста, Владимир Владимирович. Угу, записал. Спешите с ним. Такой мужик продует, ну, мой родитель, например. Он пишет мобильное приложение с ссылками, ну, там всякие интересные, я просто это не понимаю, поэтому... Да, нашел я его. Вот, я скину ссылку на него час. Так, может, подробовать? А, я не могу добавить, да? Нет, пока не надо, пока давай и так с ним переговорим, если по пути, значит, добавим. Он занимается мобильным приложением для чего? Ну, которые... Это для продаж, он там не начал объяснять. Я в этом не разбираюсь, Собтинь, поэтому... Я не знаю, и будут заинтересованы ребята, и тебе сообщу. Он их делает, продает по 30 тысяч рублей, но готов не сразу, частями или как угодно. Так, ну, хорошо, давай с ним побеседуем, какие у него компетенции, если у него есть наработки уже готовы, то, может быть, его имеет смысл взять условно вдоль реализации технической какой-то части. Но мне кажется, здесь мобильное приложение, то есть оно совмещено с сайтом. То есть, по идее, вообще, сайт открывается, и там все операции выполняются, хоть на мобильном, хоть на планшете, хоть на чем? Хоть на телевизоре. Вот, сайт и работа с сайтом, мне кажется, это проще. Мобильное приложение, как правило, это все равно работа с той же Басданой. Так, секунду. Алло. Маша, сейчас разговариваю. Я разговариваю по скайпу. Да. Давай. Так, ладно, с ним побеседуем тогда. Ну что, я, в принципе, а, сейчас дочитаю до конца. Токен означает, что человек является владельцем курсов, утки, ягненка, козленка. Смотри, если, допустим, ничего не получилось, токены вообще не выпустились, там, не знаю, вообще там все, потоп случился. Ну, в любом случае, у тебя есть запись. Правильно? Алло. Как осуществляется эта запись? Какая запись? На бумажке. На бумажке и дополнительно продублировать в Google документ. Да нет, это все не то вообще. Это просто будет, как бы, договор. В договоре прописан там, что ему там дается купон. Купон, может быть, просто бумажном виде, может быть, и пулетонном виде. Не разница. Погоди. Договор Аферта. Он один для всех. Договор вывешивается на сайт. Его еще нет, мы его еще подготовим. С каждым индивидуально договор не заключается. Ну, вообще, что заключается? Нет, послушай, Аферта. А Аферта, человек принимает, соглашается с этой Аферты, с этого договора в момент оплаты. В момент, когда он передал оплату, хоть бумажными рублями, хоть переводом банковским, хоть по Сберкарту, он соглашается с этим договором. На данный момент пока договор еще не готов. Вот. Ну, в любом случае... Подтвердить факт оплаты, тогда да. Факт оплаты... Валеслав видит факт оплаты, он получает рублей. Ну, это понятно, что Валеслав видит. Если ты выяснил, какая-то ситуация будет в суде, Валеслав, что будет с телефоном, вот видите, как у меня пришла смс-ка, что мне деньги... Там просьба происходит. Возникает выписки из банка. Обоплаты и все. Да. Все же перечисления делают в основном с телефона или с компьютера. Валеслав видит факт оплаты, но суть какая-то, вряд ли там какие-то эти судебные, то есть, маловероятно. О чем речь? Человек оплатил запись, у тебя есть информация о том, что он уплатил. Тебе важно записать, кто этот человек, кому ты будешь отдавать эту курицу. Правильно? Правильно? Вот. И ты берешь у него контактные данные. Номер телефона и его. Правильно? Алло. Я, Слав, продолжай, продолжай. Ну, допустим, правильно. По идее, по идее, надо сделать это на сайте в виде формы и автоматизировать там через покупку, например. Но на данный момент уже можно принимать оплату, но это как бы не афишировать. Но это и так можно было, в общем, всегда. Правильно? Вот. Про что речь? Тотины мы пока не выпускаем. У нас их еще нет. Тотины мы выпустим позже. Когда пройдет компания по закупке гусят, утян. Вот это вот всего. Понятно? Да. Понятно. Вот. Для того, чтобы передать этот токен, нам нужно знать контактные данные человека, который оплатил. Понятно? То есть в токене будет написано перед лицом? Токен – это купон. Электронный купон. Он именно именной? Нет. Он не именной. Но мы отдаем человеку, который оплатил. Как ты говоришь, что если они будут меняться у людей, я перепаду с рук в туке, как тогда я буду узнать, что ко мне другой получать? Потом, когда вырастет этот гусь, потом, по идее, придет тот человек с купоном, забирать его и предъявит этот купон. По закону, по закону, ты должен передать этому гуся тому, кто оплатил по идее. Но по факту, по факту, передашь члену клуба, потому что в клубе можно передавать условно густей друг к другу. А клуб – это общественная организация без образования юридического лица. Это для чего делать? То есть я вот сейчас на этом акцентирую внимание, для того, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов. Особенно по поводу того, что вы тут занимаетесь какой-нибудь противоправной деятельностью. Противоправное здесь может быть, что ты продаешь товар, берешь деньги у одного человека, а товар отдаешь другому человеку. Нет, это не так. В данном случае получается, что есть некоторая общественная организация, или как там, без образования юридического лица в виде клуба. Есть человек, член этого клуба, есть его контактные данные. То есть он как бы уже согласился с тем, что в клубе. Кстати, в договоре это надо будет написать. То есть факт оплаты является подтверждением, что вы становитесь членом клуба Машкина, и не возражает уведомлений. Таким образом он становится членом общественной организации и оплачивается. Ребята, меня сейчас уже зовут Сидор. Давай, Лислава, я иди. Хорошо. Благодарю. Все, давай. Ярослав, можно перебить? Да. Давай. Мне кажется, это немного какая-то муторная схема. Я вот сегодня скинул тебе в чат, ну вот нам. Там про Эмиркоин, про регистрацию права собственности. То есть мы, грубо говоря, выпускаем купол, который, ну запись, да, делаем запись, которую мы регистрируем право собственности на, допустим, там на яйца, либо на корову там и так далее. Какое это конкретное лицо? Если, допустим, это лицо решило подать эту запись, да, грубо говоря, этот токен, что он, ну, право требования, так скажем, этого товара, то просто меняется правообладатель? Нет. Не просто. Подожди, подожди. Разрешение Валеслава. То есть Валеслав должен своим ключом это подтвердить? Нет. Вот в том-то и прикол. Почему? Потому что тебе не нравится или это технически не так? Технически можно как угодно, юридически. Вот в том-то и прикол, понимаешь? У нас юридически идут казусы. И юридически для того, чтобы товар передать. То есть вот мы работаем в белую. И это видно. Если бы мы работали в серую, то в серую там и так сойдет. А так как в белую, то тут юридически надо делать нормально. Либо это продажа от юрлица к физлицу. Соответственно, физлицо переводит деньги, потом физлицо получает товар. Либо это кооператив с целевой программой, где агрегируется на определенный счет целевые взносы. И потом... Есть просто договора между обычными физическими лицами. И они имеют юридическую силу. Допустим... 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 Ну, нет, погоди. В данном случае здесь не договор между физическими лицами. Ну, между КФХ и каким-то физлицом. Или там, допустим, КФХ и юрлицом, да? Да, а это юрлицо. Крестьянско-фермерское хозяйство юрлицо. Индивидуальный предприниматель юрлицо. Ну, это так. А если, допустим, напрямую платят деньги, то... Что? Или все равно КФХ? А если... Если напрямую... То это... Не попадает. То есть, это... Ну, как бы, оно... Незаконная деятельность получается, да? Да. Незаконная деятельность. Ну, так... Вся незаконная... Ну, ладно. Давай туда как-то... Ну, да. У нас все незаконно. Давай нас сейчас сделаем. Просто в список сделаем варианты. Какие могут быть варианты, да? Там один кооператив, как бы, и схема, там, при кооперации. Два, там, допустим, через, там, вот такую какую-то схему. И там, ну, кратенька буквально. И как-то, ну, продуктивно, поэтому поработаем. Потому что теперь надо уже определяться. Ну, мы с Владиславом, когда встречались, мы это проговорили. То, что есть, либо... Да, я это писал, кстати. Либо потребительское общество, либо общественная организация без образования юрлица. Ну, как такое может быть? Вот как вот это образование может выступать в роли продажца, если оно просто вообще без юридического лица. Кто это вообще? Клуб. Ой. Сейчас. Кому претензии? Клуб это кто? В чьем лице? Давайте ссылку скину, прочитай, там, что такое общественная организация. В общем, ага, вот, например. Вот, статья 117 гражданства. В общем, суть, в чем лица, физические лица, могут собраться вместе и учредить вот эту общественную организацию. На основе вот этого учредительного документа, подписанного, по идее, можно прийти в банк и открыть счет, по идее. Другое дело... Другое дело, что перед этим надо прийти в налоговую. То есть, по закону вроде... Но реально этим никто не пользуется, потому что это... Ну, то есть, я не знаю таких прецедентов, чтобы... Как это можно сделать... Ну, то есть, для чего эта фигня нужна? Она нужна для того, чтобы кэшем собирать. То есть, наличностью. То есть, не надо никакого банковского счета, налоговый. Ничего это не надо. Вот мы собрались втроем. Говорим, давайте сходим за пивом. Говорит, ну, давай. А кто пойдет? А вот Васька пойдет. А давайте мы скинемся, да? Вот. И Васька сходит. Но мы заключим вот такой вот... Ну, то есть, так вот. Вот Васька там далеко идти, да? Вот чтобы он там не украл случайно. Давайте мы вот заключим вот такую вот организацию. Соберем денег. Дадим эти деньги Ваське, да? Подотчетно. И все это будет юридически зафиксировано в юрисдикции Российской Федерации. Если Васька украдет эти деньги, мы пойдем суд подадим. Давайте. Вашнюю, как кажется, еще можно сделать. По сути, получается, что когда Валислав покупает этих гусей, он же может якобы по доверенности, ну, может технически это сделать, покупает на этих людей. То есть, они ему, эти гуси, не принадлежат. Они сразу изначально этим собственникам принадлежат. Тем, кто покупает, оплачивает. А он чисто оказывает услугу по содержанию. Конкретно список, как это содержание, что себя включает. Вот и все. Просто он оказывает услугу. Это будет еще проще. Да, да, верно. Это надо в договоре прописать. Ну, смотри, момент какой. Есть юридическая часть. И передача товара, передача товара, которым владеет вроде как человек, да. Тогда, когда получается, что человек владеет каким-то имуществом. Он его приобрел, допустим, курицу. И он имеет право другому пиздецу. Стой. По договору передачи. Стой. Где он приобрел? Он дает Валеславу деньги. Валеслав покупает. Так. Но, по сути-то, это имущество не Валеслава. Это имущество покупателя. Валеслав оказывает просто услугу по уходу за животными. По выращиванию, по воспитанию и так далее. По кормлению, по содержанию этого. Я понимаю, что в данном случае два приобретения. Первое приобретение – это товар в виде гуся маленького. Второе – это услуга. Повыращивание маленького гуся, большого гуся. Две покупки. Да, да. Но смотри, тут смысл в чем. Физическое лицо, которое купило. То есть, Валеслав покупает по заданию физического лица покупателя товар. Как агент. То есть, он выступает в роли агента. Да, он выступает в роли агента, покупает эту курицу, но она ему не принадлежит. И он как бы несет ответственность, по идее, за нее. Если там она болеет, либо что-то еще, это уже проблема Валеслава, по сути. Он оказывает услугу по ее содержанию, чтобы она была здорова, жива, по технологии была выращена. Согласен. И вот, допустим, если я, например, покупатель, я хочу свое право требования, то есть, свою собственность, это моя собственность, она просто находится, грубо говоря, у Валеслава, но это моя собственность, я хочу ее кому-то передать. Как я могу ее передать, это зафиксировать? Я просто пишу договор передачи прав на какое-то имущество. Просто мы заключаем договор, его не нужно не регистрировать, там сумма не такая большая, поэтому никакие эти регистрационные платы не нужны. Я просто пишу договор между тобой и мной, что я тебе ее передаю в право собственности, эту курицу. Ну, грубо говоря, если мы, допустим, регистрируем это как токен, да, то есть, как запись в блокчейне делаем, то, соответственно, в подписанном договоре, что эта запись должна быть изменена, и вот это вот право требования переходит уже к другому лицу. Вот смотри, получается, что договор офферта всей этой деятельности, и в нем, скорее всего, надо будет прописать, что переуступка прав требования получения продукта находится у того, в соответствии с заявлением в реестре. Вот как-то так сформулировать. Ну, да, видимо, либо должно быть какой-то акцент, который должен быть на сайте, чтобы в трехстороннем порядке, допустим, да, то есть и Валеслав, и покупатель. Валеслав нет, он нет. Ну, как бы, по идее... Хотя нет, по идее, Валеслав здесь, конечно... Это между двумя лицами. Запись в реестре – это между двумя лицами. А значит, право требования... Не право требования. Переуступка прав, да, переуступка, вот это между двумя лицами. А каких прав? На получение гуся. Ну, не на получение, а, в принципе, как бы, переход права собственности происходит. Да, переход права собственности на гуся. Да, верно. Значит, получается, в договоре вот этой оферты, там еще должен сидеть агентский договор. О чем это говорит? О том, что человек приобретает гуся через Валеслава. То есть, Валеслав вообще ни разу, никогда гусем не владеет. Да. Вот. И в этом случае, Валеслав, он, ну, как бы, он просто выполняет работу по заданию, ну, как бы, владельца этого гуся. Да, да. Тогда, как бы, получается, что, как бы, он, как бы, ну, и вообще, как бы, ни к чему не причастен. То есть, ему, там, не нужны никакие, по сути, налоги, там, за все это платить. Ну, я имею в виду... Нет, он платит, он, он платит налог за предоставленную услугу. Да, за услугу, да. Да. И все. Вот. А за товар, он, то есть, товар вообще не его. Да, поэтому здесь не возникает нам добавленную стоимость, там, и все такое, понимаешь? Что-то, как бы, в чем смысл. То есть, он купил, допустим, гуся за 100 рублей, а по факту, потом этот гусь, смотря, уже стоит 200, допустим. Но он не платит налог за 200, он платит налог за 100, потому что он заплатил за него 100, и все. Я не знаю, надо этот момент уточнить, потому что налог на услугу, это то ли 10, то ли 6, то ли 18, я не знаю, честно говоря. Ну, там разница, какая система. Вообще, слушали. Вот, вот, я налоговую не знаю, я знаю, например, в KFC приходишь, там на какие-то товары 18% платишь, на какие-то 10%. От чего это зависит? Если товар произведен прямо вот в этом помещении, то там, по-моему, 10% налога. Если товар в другом месте потом привезен и разогрет в этом помещении, то на добавленную стоимость 18%. То есть, получается, в этой стоимости НДС, там сидит услуга по загреву этого гамбокера. Мне кажется, самое лучшее взять Глеба, можно привлечь, да, ты поговори. Ну, вот я сколько со всеми этими кооператорами разговариваю, у них все очень плавают. То есть, как бы, ну, делают, но они нигде не афишируются. И как там начинаешь копать, то видно, что человек, он сам не разбирается в этом. Ну, все кооператоры, все такие, там, рубашку на теле, там, прям, все такие, ну, ладно, не суть. Так вот, так как это ИП, то мне кажется, там просто 6% и все. Хоть услуги, хоть товары. Насколько я это понимаю? Я не знаю, надо этот момент тут уточнять. Давай договор, почитаем, составим. Я, ну, завтра, если будет время, я до него доберусь. Вот, так, наверное, помедельно. Да, на самом деле, вообще немного, то есть, ты просто проведись, вот там вообще немного. То есть, там, то, что мы, чтобы обсудили, там этого всего вообще ничего нету. А то нужно будет сесть хотя бы так вот, ну, и... Так, я буду хотя бы описать, я начну что-нибудь уже в этом плане копать. Да нет, пробежаться, я пробежался. Договор, это юридический документ, который нужно, там, каждую букву. Вот, и все эти моменты, я, во-первых, хочу сам понять. Потому что, вот, я вчера разговаривал, там, потратили несколько часов, все одни, там, еще обсуждал. И вот все вот эти юридические моменты, я понимаю, что я их не понимаю. И с теми людьми, с которыми общаюсь, они тоже не понимают. Вот. И тут нужен, ну, реально юрист. Ну, вот, кроме Глеба, у меня, ну, нету других юристов, которые могут помочь. Остальные все за деньги. За большие. Вот. Ну, у меня есть команда, как бы, юристов, я вам написал, как-то поперят сразу. Если есть, да. Очень-очень был. У меня такой щитый вопрос, пока я не забыл. Ты парсер можешь как-то настроить? Есть такая штука, чтобы можно было с сайта, допустим, там, конкретные, там, места, там, допустим, заголовки, какие-то, там, телефоны, почты спарсивать. Скаталом. Ну, я это делал раньше, ну, честно, вот, мне сейчас с этим нужно возиться, разбираться, там, по несколько дней потратишь, что запарсил, что парсить-то. Парсить нужно базу собрать. Для рассылки. Не, ну, задача, понятно, обычно, там, ну, с сайтов, да, собирают эту информацию, как правило, страничка поменялась, надо переписывать парсер. То есть, это такой обезьянный труд, я называю. То есть, сделал, через, там, неделю снова переделываю, и так, постоянно. Честно, даже, ну, не буду браться за это дело. Понял, понял, может, у него готовы есть? Ладно, дешево просто. А готовы универсальных парсеров, их, насколько мне известно, нет, потому что все индивидуально, в зависимости от того, что ты хочешь спарсить. А вообще, самое простое, это открыть страничку, потом поиском, ну, и открыть страницу, как текст, и поиском по шаблону то, что ты хочешь найти. Ну, если это текст, например, там, почты, да, ну, то есть, собака, там, чего-то, там, ру, и, ну, есть эти, ну, например, сублимет текст, он позволяет, там, умный поиск делать, где, там, шаблон поиска. В общем, ну, так, полуручной, там, режим. Я понял, просто есть, как бы, знаешь, что точно, там, допустим, на Авито, там, какие-то, там, на еще видео. Ну, Авито, там, скрывают номера телефонов, специально, там, надо нажать сначала, то есть, как раз для защиты от парсеров, от сети. Вот, ладно, давай тогда страничку... Так, я могу и сейчас, в принципе... Или, давай, я все-таки подумаю, завтра ее перенесу на основную. Я, в принципе, сегодня с людьми, там, пообщался, там, ну, все посмеялись, такие гуси-гуси, да, там, какими... Вот. Ну, тем не менее. Продавать, то есть, продавать, продавать... Кстати, продажи, они вообще отдельно делаются. Мы сейчас какую-то юридическую, там, тему обсуждаем. Продажи, это надо будет оформить именно, как товары, и дальше запостить это дело на эти площадки, эти биржи, там, как товарные, ну, товарные площадки. И потом позвонить этим базам, которым, ну, которые мы могли бы это приобрести. Вот. Сейчас мы, как бы, приготовим, это самое, так понимаю, нужно сделать, будет еще список номенклатуры нормальной, да, сейчас тут что у нас есть, получается. На данный момент 5 продукции. Утка, гусь, курица с яйцами, козленок и ягненок. Ну, еще не только, там, что-то еще Валяслав говорил, что есть гусь, там, в яблоках, еще есть, там, сено, там, еще есть то. Вот, я думаю, что можно, в принципе, полностью по этому хозяйству сделать список, не только гусей, а прям, вот, чтобы нам трафик не сливать, сделать полностью прайс-лист, там, что можно купить в Машкино. Согласен. В том числе, там, и отдельно, там, допустим, ну, не отдельно, а здесь же, в этом же прайсе, просто, так, как сделать, типа, отдельным абзацом, так, ну, разбить этот прайс, да, так, сегмент, да, его. Ну, и прайс, это. И делать по отдыху, да, по туризму тоже. Да. Часто это делается в виде отдельного файла, ну, или в виде отдельной странички, там, прайс-лист, всей продукции, там, 20-30 наименований. Вот, это, ну, да, по-хорошему надо тоже сделать. Но пока я бы, ну, вот, я выделил вот эти пять. Давай сделаем, может быть, три странички, допустим, там, к примеру, главная, прайс и контакты. Ну, как-то так, чтобы так было. Ну, я согласен, да, обычно так делается. В данном случае меня больше интересует именно вот эта схема для того, чтобы ее потом масштабировать. Потому что мне сегодня, например, звонили там некто, кооператоры с Питера. Говорят, вот, там, ты сейчас, там, с Калионами, там, вот, с Машкина. Говорит, нам тоже самое надо. У нас 4 тысячи этих коров. Мы хотим собрать, там, 40 миллионов рублей. Я говорю, блин, ну, и вы, ну, как бы, а вы собираете под продукцию? Или вы собираете деньги, это, под проценты, да? Они говорят, мы деньги под проценты. Я говорю, ну, это тогда не ко мне. Потому что сразу это под регуляторику попадает. То есть, как бы, можно, но не афишируют. То есть, это все можно только неофициально, не показывая нигде. Понятно? Нет, это понятно. Вот. А товары продавать можно, услуги можно продавать. Вот. И я бы сосредоточился, вот, на этой схеме, продать эти уток, гусей, куриц, козлят и гнят. Ну, и там остальные товары, пожалуйста, тоже не вопрос. Вот. Ладно. Давай там, чтобы долго не задерживаться. В принципе, я вопросы все понял. Это я убрал. Так, сейчас, секунду, еще вернусь. Так. Ага, так. Ага. Сейчас еще, чтобы... Вот мне кажется, что нужно вот это все про Машкина вынести вообще в отдельный, тот самый, да, страничку, там, типа, у нас. Но главное сделать только предложение. Там, где у нас, там же и контакты, да. Да, у три странички, то есть, получается, главное, где основное предложение, там, про животных, там, и все остальное. Потом прайс, где точные цены уже. И страничка о КФХ. Что, где, как, там, и контакты, и так далее. Так. Вообще, делается сейчас, точнее, часть всего, лендинги. То есть, это одна страница, на которой находится вся необходимая информация и кнопка купить. Вот. Я примерно так. Я знаю, я занимаюсь лендингами уже просто, как бы, уже 4 года. Я знаю, что такое лендинг. Есть лендо-сайты. Вот я тебе предлагаю сделать лендо-сайт. То есть, сайт, состоящий из трех лендингов. Можно так. Ну, вот, на данный момент, мне кажется, лучше оставить одну единственную страницу. Ну, на русском языке, да. Вот. Ну, и, может быть, сделать, ну, там, вообще, на этой же странице желательно оплату сделать. Чтобы человек никуда не уходил с этой страницы. Я прямо сейчас заменю, обновлю страницу, чтобы не тянуть, там, на завтра не откладывать. Я поправил, там, когда, и убрал этот абзац, ну, про то, что отдельная организация. И, в принципе, все остальное вполне нормально. И это все равно предварительная информация, но это, по крайней мере, можно показывать людям. Слушай, а если я, допустим, нарисую дизайн в фотошопе, ты сможешь это нарезать там? Да. Да, могу. Да, могу. Окей, давайте, да, когда вот мы все это тексты, там, все проделаем, все обсудим, прайсы соберем, и я потом сделаю макет, ну, уже такой, обсудим его поярче, чтобы будет что-то. Так, сейчас, сейчас. Так, ну, все, я обновил. Теперь на главной страничке, машкина.клуб.ру. А, да, кстати, вопрос, который я хотел задать. Вопрос про команду. Вот. Здесь надо реквизиты разместить. То есть оплаты. Понятно, что на Валеслава, там, Эдуарда, оплата будет. Вот. Ну, так проще, да? То есть в данном случае мы не защищены, ну, то есть наш интерес к процентам. Ну, я думаю, мы все равно так или иначе, то есть Валеслав. Мы, как договор, заключим, сразу все будет у нас хорошо. Да это, как бы, нас не обманет, Валеслав. У нас пока нет договора. У нас есть договоренность о том, что 10% на компанию, из них 3% на техническую часть, 3% на юридическую, 3% на маркетинг. Я думаю, что если ты берешь на себя там юридическую, ну, смотри, ты можешь подготовить вот этот документ, потом надо будет все равно там его Глебу отдавать, чтобы он это все проверил, перепроверил. Вот. Опять же, он может сказать, там нет времени еще. Ну, короче, надо этим заниматься. Вот. Это первое. Второе, маркетинг. То есть, ну, на мой взгляд, там, если берешь условно маркетинг, в общем, короче, условно тебе 3%, да? Вот. Остальные 7% там надо смотреть. То есть, техническую я беру тогда на себя. Вот. Что там еще? Юридическую. Ну, если Глеб... Я не знаю, мне кажется, пока его вообще рано как бы это все делить. Потом просто можно как первый вариант просто взять всю сумму, поделить как бы там либо по системе Водянова, либо просто 7 пополам, ну, в смысле, по численноку просто, 7 равной доли, как первый проект, просто чтобы не заморачиваться. Потом уже в дальнейшем какие-то вопросы уже решать там. Вот, ну, мист, там работает больше, чем маркетолог, или там маркетолог больше, чем юрист. Нет, смотри, погоди. Я согласен. Ну, в данном случае, в данном случае, я бы рекомендовал именно так. Потому что адекватно оценить сложность там технической части, какая сложнее там техническая или там юрист, да, сидит. Ну, как бы, это трудно. Мы происходим, видишь, как бы чуть-чуть иначе, потому что обычно, когда происходит ценообразование, там идет, как бы, смета, сметное дело. Что входит, вот, 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 вот. Здесь нет, вот, у нас этого всего не происходит, поэтому нам сложно определиться, насколько там часов времени там, ты на это питательство, сколько я там, квалификация там, лаб-бл-бл-бл, эфир, как бы, да, там, нужно ли это делать и так далее. Поэтому пока я считаю, не сильно стоит по этому поводу заморачиваться, тем более первый проект, вот, что заработаем, как бы, там, просто, кто участвовал, либо по системе Водянова, там, допустим, поделить поровну, сказать, вот, как хочет, тому столько и отдавать, как бы, либо, либо просто всем поровну, чтобы никому не было обидно. Да, можно так. Вот, ну, я, собственно, примерно так и получится. То есть, 3, 3, да. Я сейчас зашел на главную, как бы, тут просто картинка, опять так же, да, и 3 ссылки, все больше, что нет, какие-то цифры внизу. Обнови, опять нажми, обнови. Это дата. 7525 год. Так, слушай, ну все, да, обновилось. Так, сейчас, что я хотел? Блин, забыл. Что-то важное хотел сказать. Так, мы закончили на договоре, да? Так, договор, понятно, я его посмотрю. Там надо будет его чесать, причесывать. Не знаю, у нас на обсуждение договора месяц, наверное, уйдет. Понимаешь? Мы, вот как бы... Если будут нормальные команды юристов, то это в течение недели это сделаешь. Здесь, мне кажется, все надо продумывать хорошо. Вот, поэтому мы делаем вот, как бы, пиар, делаем рекламу для клубного хозяйства, делаем вот эти вот продажи, записываем, кто приобрел, да? То есть, записываем e-mail, номер телефона, ну и фамилию, имя, отчество. А для чего? Для того, чтобы потом, когда у нас будет нормальная, там, понятная вот эта вот схема. То есть, человек приобрел, там, гуся или курицу. Вот приобрел и приобрел. Но, для того, но в следующий этап, это купон дается. И вот, вот когда ему дается купон, вот тогда вот тут вот начинается юридическое, вот, как бы, должно быть все правильно. Правильный договор, там, и так далее. Вот. Чтобы, ну, не попасть в просаг. Понятно, тут с этими гусями, ну, оно, может, как бы, не особо и не представляет интереса. А в дальнейшем, когда это масштабировать уже, там, на другие бизнесы, на другой производство, там уже, да. Вот. Ладно. Алло. Да, да. Да, вот, это еще какая-то статья про Эммерпоинт, про правовладение. Я ее читал. Я ее читал, там ничего нового, никаких технических подробностей. И, насколько я понял, там лишь описали схему, вот, а, опять же, ну, я там детально не смотрел. Но в самом кошельке, во-первых, там вид его, ну, то есть, блин, его скачивать, его на компьютер, его устанавливать, там замучаешься. В этом плане вообще неудобный. Удобный, либо Next, и то не очень, либо Waves. Вот. Скорее всего, Waves будет. Тем более, в принципе, Waves можно договориться, ну, как-то там, позже, сделать отдельный, развернуть у себя ноду. Ну, в принципе, как бы, теоретически я это могу сделать. И сделать, как партия роста, там, у себя сделала, попкоин. Вот. То есть, они сделали такой, ну, не форк даже. Ну, в общем, я, честно, в этом не разобрался. Ну, в общем, сделал этот токен, там, для партии роста. Вот. Для внутренних дел. Вот. Ну, что, будем разбираться, как бы, что теперь делать. Надо что-то решать. Да. Значит, давай я завтра, послезавтра договор посмотрю. И дальше, ну, там, позже еще спишемся, созвонимся. Вот эту страничку, которая теперь, вот, главная висит, ее можно теперь постить, в принципе, где угодно. И здесь есть продукция с ценами. Продукция пока из пяти наименований. Значит, чего надо добавить? Скидывай, добавлю, не вопрос. Поправить и так далее. Ну, как бы, я не знаю. Там, мы, как бы, видишь, написали там процесс пробретения. Там один токен, один рубль. Это все так же и остается, либо потом это все меняется, или как. Это просто пока для ознакомления, типа, пример, или это уже стопроцентно утвержденная информация. То есть, если это не стопроцентно утвержденная информация, значит, нужно снизу записать, что, как бы, эта информация еще пока не стопроцентная. В течение, там, ближайшего времени мы решим, как это будет оформлено. Ну, я вот тут, как бы, и написал, что предполагается. да вы самое первое слово то есть это означает что это не точно тем не менее то что вот написано с достаточно достаточно высокой степени вероятности будет именно так вот то есть опять же либо next либо waves скорее всего waves то есть я не просто зашел в личный кабинет там и вот там это видишь там все просто там как-то очень много всего обычным вот и обычным пользователю очень сложно будет собраться конечно даже в смотри идеального решения нету вообще не существует это все надо делать это очень большие затраты там программист стоит там по 200 тысяч в месяц то есть там суммы на разработку идут там миллионы долларов реально и это вообще совершенно другой уровень другой другой проект в нашем случае продажа гусей это пиар-проект вот как бы продаем то есть с одной стороны мы продаем гусей с другой стороны мы говорим что вот есть машкина машкин это такая инновационная деревня который там супер-пупер там в общем самые новые технологии применяется понятно ну да да ну все давайте спокойной ночи а я пойду спасибо что выиграл давай пока давай пока давай пока пока